Мой парень-киллер, это вам не моя мамочка-мадьячка, и тем более не моя мачеха-инопланетянка. Странноватая комедия без особого смысла в оригинале вообще называется «Мистер Райт», что в переводе «правильный», «справедливый», «подходящий», в общем, кому что ближе. В этом обзоре вы точно не увидите каких-то дополнительных материалов, кардеров с мест съемки или подноготных каких-либо артистов, и все же этот обзор будет полезен тем, кто еще в раздумьях и решается смотреть или не смотреть этот фильм, ну а также для тех, кто в поисках чужого мнения в сети. И вы можете самосоглашаться, можете не соглашаться, мне все равно. Главное, чтобы это видео было вам хоть как-то полезно. Смотрим обзор. Услыхал я эту музычку в начале фильма и ожидал появления гламурных телочек из Comedy Woman. Ну, заставка у них точно такая же. А появился герой Сэма Рокуэлла. Пожалуй, самый необычный киллер, которого я вообще видел в кино. Ходит он в веселой рубашке гавайского стиля, любит повеселиться, подурачиться, а убивая человека, еще и надевает клоунский нос. Но вы же киллер с недостатками. И вроде бы все эти факты говорят нам о том, что это не криминальная драма, что это, мол, черная комедия. И все же, назвать сие комедией можно лишь с большой натяжкой. Чтобы не тратить время, сразу обрисую характеристику. Циничная мелодрама с комедийным налетом и элементами криминала. Точно не для семейного просмотра. Еще кое-как фильм можно назвать для дружеского похода в кинотеатр. А вот идеально он подойдет для бездумного времяпрепровождения парочек. Особенно конфетно-букетного периода. Ведь в этом фильме немало воздуха, как будто специально созданного для того, чтобы заняться на задних рядах прелюдиями. Но опять же воздуха не очень много, чтобы, не дай бог, не зайти крайне далеко и упустить все перипетии и без того простенького сюжета. Героиня страдает от невезухи в личном пространстве, бухает в стеном шкафу, но верные подруги вытаскивают ее на свет божий, где она в буквальном смысле натыкается на него. Ты меня прям сразила. Кажется, я втрескалась как дура. Не думаю, что это будет спойлером, если расскажу про маленькую детальку знакомства главных героев. Классический ход, когда из рук падают книги, карандаши, документы, здесь приобретает иную окраску. В полет отправляется стопка презервативов. Такой вот легонький стеб над классикой. Ну и реакция. Ну и резинок. В общем-то, я и упомянул этот момент, чтобы дать общее представление о комедийном стиле фильма в целом. В основном, это едва уловимый стеб над всем сподряд. Над любовными отношениями, над драками, над семейными устоями мафиозных кланов. И все это настолько поверхностно, что порою за голову хватаешься, не понимая, шутят ребята или все по-серьезки. Он что, мертвый? Нет, в обморке. Но вернемся к истории. У главного героя, опытного киллера, происходит переворот сознания. И теперь он убивает не жертв, а самих заказчиков. Уговоры я должен сейчас убивать вашего мужа. В прошлом он один из самых известных наемных убийц. Уволился? Хуже. Отрастил себе совесть. Ну, надо же было как-то благородить персонажа. Вот придумали ему такую мутку. И вот он знакомится с девушкой, у которой все бывшие сплошь извращенцы и конченые придурки. Ну, а дальше понеслась мелодрама в криминал. Реально интересно становится только во второй половине фильма, когда парень-киллер отправляется выручать свою подругу. Ведь тогда у героя появляется хоть какая-то цель, в отличие от скучноватой первой половины, где он попросту болтается, куда-то ходит, на чем-то ездит, кого-то мочит, в общем, создает видимость активных действий, а по факту почти ничего не происходит. Ты вроде классный! Надо признаться, мне очень нравится, как играет Сэм Рокуэлл. Он может перевоплощаться в самых разноплановых персонажей. И любого персонажа делает харизматичным. Здесь у него также получилось блестяще. И даже несмотря на то, что парень-киллер так себе фильмец, поглядеть на выкрутасы Сэма Рокуэлла одно наслаждение. Ну, что сказать, приятно. Меня сшибает. Знаю. Ты такой клёвый. Анна Кендрик добротно тянет роль слегка двинутой девицы, но ничего выдающегося или цепляющего в её игре я не заметил. Вы работаете на ПБР и у вас новое задание. Про Тима Рота вообще говорить сложно. У него настолько мало экранного времени, что я бы его сравнил только с вишенкой на торте, если бы, конечно, этот фильм был тортом. Но парень-киллер далеко не торт. Это скорее наспех приготовленный кекс. Без изюма и с недостатком сахара. То ли денег фильму не хватило, то ли режиссёрских мозгов предпосылки к добротной чёрной комедии были, но так и остались в зачаточном состоянии. Поэтому мой вердикт – запасайтесь попкорном. На этом всё. Спасибо за драгоценное внимание. Не забывайте подписываться на канал Стартфильма, ставьте большой палец вверх и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...